Добрый, ля-ля-ля. Я искренне пошел к миру такой добренький и наивный, а у меня хрячь, хрячь, хрячь по голове. Это как, где тут зеркало-то? Я наоборот старался, я не понимал, как, за что они меня? Что-то я сегодня какой-то актер. За что они меня? Я такой добрый, а они меня обижают. У меня было, да. Я иногда был добрый. Он добрый был. Сейчас, понимаешь, я научил меня быть злым, и я сейчас мечтаю взять топор, так что, господа доклассники, я вам благодарен. Вы меня научили быть злодеем, и теперь я злодей. Я приду к вам ночью, в ночных кошмарах, в образе духа такого черного, со свечкой в балахоне, и вы не сможете избавиться от меня, даже проснувшись. И даже ваши свечки с иконой против меня бессильны. Я как демон приду, даже после вашей смерти, и буду душить вас, душить, душить. Мы этих котов душили-душили. У меня ассоциация такая, когда кот Леопольда зверина наелся. Зверина. На самом деле, не все духовные учения говорят о том, что надо быть добрым. Есть разные подходы. Надо быть по-хорошему, уметь и добрым, и злым, и нейтральным. То есть надо уметь быть гибким, и свободным. Потому что если к нам плохо относятся, и мы доброту проявляем, то наше доброту нужно начать пользоваться, воспринимать как слабость, уязвимость, манипулировать через это, и делать всякие гадкие дела. Или эксплуатировать нашу доброту. И когда это замечаешь, по-хорошему нужно уметь, ну, поумечить свою доброту. Стукнуть, кому-нибудь. Но не означает, что нужно сразу в другую крайность бросаться. То есть тебя научили быть добрым родители, молодцы. Тебя научили быть злыми, быть злым те люди, которые, ну, как-то тебя раздражали. Тоже молодцы. Молодцы. То есть, видишь, у тебя были учителя и в светлой части, и в темной части. Видишь, как тебе повезло. И ты сейчас свободен, ты можешь быть и добрым, и злым, и нейтральным. То есть все от тебя зависит. Да. Ну, как же.